Избирательная гонка в Крыму позади. Есть лидирующие политические партии и депутаты, которые пользуются большим доверием у крымчан. Определить дальнейшие политические ориентиры – вот основная задача, говорит политолог Николай Кузьмин. Выборы в российском Крыму, выборы, прошедшие по новым правилам, в новой партийной системе, в новой политической системе, но во многом еще в некой такой старой политической культуре, которая пока только трансформируется. И вот это сочетание необходимо обсудить и подвести некие итоги и сделать главные выводы о том, как организовывать выборы в будущем и создать некоторые ориентиры как для органов власти, так и для акторов политической игры, чтобы они тоже понимали, как им правильнее действовать в будущем. Общий итог один – волеизъявление прошло успешно, и дело не только в высокой явке и политическом единстве избирателей. Член общественной палаты Крыма Наталья Киселева отметила три главных отличия этих выборов с прежними украинскими. Не было конфликта идеологии, чем сопровождались обычно крымские выборы. Не разыгрывалась впервые этническая карта. Были попытки, но в целом ее не удалось разыграть. И третье отличие, я бы отметила, это то, что впервые большинство крымчан голосовали не против, обычно приходилось голосовать против кого-то, то есть против украинских националистов, потом неонацистов, они впервые голосовали за. Еще один важный момент, который отметили участники «Круглого стола» – победа политических сил, имеющих ярко выраженную идеологическую окраску. Именно этот аспект, по мнению экспертов, стал определяющим для большинства крымчан. Но такой эффект так или иначе пройдет еще не одну проверку. Ведь любая, даже самая успешная идеология, должна подтверждаться конкретным результатом. В данном случае – благополучием жителей полуострова. Татьяна Горюненко, Андрей Трещук. Время новостей.